6 апреля на филиппинской авиабазе Вилмор в Маниле состоялась церемония официальной приёмки ВВС Филиппин двух первых боевых вертолётов Т-129Б «Атак» производства турецкой компании Turkish Airspace Industries. Всего было заказано 6 машин. На церемонии присутствовал министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лоренцана. Это первая реализованная поставка турецких вертолётов Т-129 за рубеж. В июле 2020 года был подписан межправительственный контракт между Турцией и Филиппинами на поставку шести вертолётов Т-129Б на сумму 269 миллионов долларов, включая поставку вооружения, оборудования, запчастей, техническое обеспечение и подготовку личного состава. Армия США направила компаниям военно-промышленного комплекса запрос информации относительно возможности поставки нового ПЗРК для замены устаревшего Stinger. Первая партия пойдёт на оснащение модернизированного самоходного ЗРПК M-Shored. После планируется приобрести ещё 10 тысяч ракет. Ожидается, что промышленность предоставит свои предложения в 2023 финансовом году. К 2026 году новый ПЗРК должен быть готов к тестовым стрельбам. Ожидается, что производство начнётся не позднее 2027 года. Предполагается, что новый комплекс будет более эффективно обнаруживать цели и будет иметь большую дальность. Система будет доступна как в переносном варианте, так и будет совместима с универсальными пусковыми установками Stinger для оснащения транспортных средств. 6 апреля началось строительство первого испанского многоцелевого фрегата F-110. Церемония резки стали состоялась на верфи судостроительной компании «Навантия» в Ферроле. Поставка первого корабля военно-морским силам Испании запланирована на февраль 2027 года. Вооружённые силы Швеции объявили, что закупочное агентство Минобороны страны подписало техническое соглашение о сотрудничестве в рамках программы Common Armored Vehicle Systems по разработке колёсного БТР на базе Патрия. Таким образом, Стокгольм присоединился к Финляндии, Латвии и Эстонии, которые заключили аналогичные соглашения в 2020 году. Новая машина будет сочетать в себе прочную конструкцию бронетранспортера Патрия XA-203 с более новой технологией от XA-360 с колёсной формулой 8х8. После завершения разработки страны подпишут индивидуальные производственные соглашения, в которых будет указано, какие версии машины они хотят закупить. Новые ББМ должны поступить в Швецию не ранее 2025 года. Сколько бронемашин будет произведено для шведских сухопутных войск, пока неизвестно. ВМС Франции представили облик будущего авианосца нового поколения, который должен в 2030-х годах заменить нынешний флагман французского флота Шарль де Голь. В декабре 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что авианосец нового поколения получит ядерную энергетическую установку. Ввод корабля в строй ожидается в 2038 году, когда нынешний флагман французского флота придётся вывести из эксплуатации по истечении срока службы. Субтитры создавал DimaTorzok